Дмитрий Владимирович, у вас есть вопросы первого докладчика, есть вопросы второго докладчика. Если можно быстро, чтобы в зале вам тоже задали несколько вопросов, потому что у нас в 12 часов следующая часть. Я отвечу на вопрос, как выбрать правильный перфорант. Несколько вопросов прозвучало. Это самое сложное, и в реконструкции молочной железы диплоскутом два самых сложных момента. Отвечая на вопросы, которые были заданы, ICG, навигация, ICG показывает поверхностную систему. И глубокое кровоснабжение лоскута ICG не показывает. Вот это чрезмерное увлечение ICG, это не залог того, что у вас не будет кровевых некрозов. Нужно сопоставить информацию о сосудистой анатомии каждого конкретного перфоранта и найти исследование, которое вам позволит понять, как происходит вот это вот распространение перфорантов кожи и подкожей живой клетчатки. А второй момент, конечно, вам нужно интероперационно какую-то информацию считывать, и ничего лучше, чем просто подождать и посмотреть, как кровоснабжается ваш лоскут, и оценить кровоток банально капиллярную реакцию. Вот правда, ничего лучше до сих пор нет. Вот эта клиническая, медицинская оценка глазом позволяет действительно решить многие из тех проблем, которые существуют. Если большой объем лоскута, то нужно просто дополнительную подпитку включать в виде второй ножки. Мы довольно часто делаем билатеральный дип при односторонней реконструкции. То есть здесь не нужно лениться и выделять соседний перфорант, если вам нужно, допустим, сконцентрировать кровоток по середине вашего лоскута. И второй ключевой момент – это выделение перфоранта само технически. Технически наложение микрососудистого анастомоза в условиях реконструкции груди дип-лоскутом – это очень простая процедура. У нас сосуды шьют практически ординаторы. Ну там хирурги заканчивают ординатору, они начинают сосуды шить. Выделение лоскута – это самое сложное и самое деликатное, потому что на этапе выделения лоскута можно совершить кучу ошибок и вашу лоскут потерять. Или получить кровевые некрозы, если вы там где-то прижгли сосудик, где-то вену прижгли и так далее. Это что касается первого вопроса. Да, спасибо. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Представьте, сейчас микрофон передадут, и представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Овчинникова Ирина Вадимовна, город Казань, онкодиспансер. У меня вопрос к Дмитрию Владимировичу и к Роману Сергеевичу, потому что прозвучало, что по КТ мы можем определить связь глубокой и поверхностной венозной системы лоскута. Было ли у вас такое, что один перфорант у одной и той же дамы имеет связь, с другой не имеет? И еще, как я поняла, Роман Сергеевич сказал, что если у нас отсутствует связь поверхностной и глубокой венозной системы лоскутов, то вариант забрать две сосудистые ножки из глубокой системы решит проблему. Насколько я понимаю, это как раз-таки единственное показание для наложения дополнительного венозного аностомоза с поверхностной веной. Так ведь? Вторая сосудистая ножка из глубокой системы эту проблему никак не решает. Роман Сергеевич, только коротко, пожалуйста. Вероятно, да, а вероятно и нет. Спасибо. Дмитрий Владимирович. Есть исследования сосудистой анатомии, Майкл Синсир, их много, которые говорят о том, что до 20% вот этой диссоциации поверхностной и глубокой системы. Если у вас нет вот этой связи, вы клинически видите, что у вас лоскут синяя поверхностная вена переполнена, то, конечно, лучше наложить аностомоз. Еще раз, КТ улучшает. Но, слушайте, ну не существует на сегодняшний момент в медицине способы диагностики или, я не знаю, инструментальной диагностики, которая исключает наличие врача. Ну невозможно. Даже искусственный интеллект все равно, он как бы, он помогает, но не исключает. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Это вопрос Дмитрию Владимировичу. Вы говорите, что оцениваете лоскут по капиллярной реакции. Ну понятно, что эта опция достаточно хорошая, но очень сложно оценивать его все-таки по капиллярной реакции. Я делала ряд экспериментов, после отключения, например, молочной железы от кровоснабжения, 3 часа точно она сохраняет капиллярную реакцию. Она очень медленно замедляется. То есть на самом деле капиллярная реакция говорит о том, что ваш лоскут, но ориентировочно часов 9 назад был жив. О том, что он жив на данный момент, она говорит очень условно. То есть скорее по гипоперфузии можем определить по мраморности, а венозный застой по цианозу. Капиллярная реакция очень такой условный показатель. Скорость и сравнение с окружающими тканями. То есть я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, можно кусок кожи просто положить, на него ножницы прижать, и там что-то будет. Но это все равно не то, как выглядит нормальная живая ткань. Ну то есть я не согласен. Я бы хотел прокомментировать вопрос по поводу, Петр Владимирович, по поводу маслсперринг травма. Да, да, да. Я считаю, что вообще нет показаний к травм-лоскуту маслсперринг. Недавно я слышал, кто-то говорит о том, что если есть сосудистая патология некая, то надо делать травм, не дип. Это бред. Мышца является переносчиком сосуда. Зачем вам делать маслсперринг? Вы делаете маслсперринг травм только в одном случае. Если вам лень выделять перфорант. Все. Объясните, зачем. Карафон, пожалуйста. Последний случай, две недели назад, я планировала взять на латеральном перфоранте интероперационно. Мне показалось, что пульсация недостаточно, чтобы я могла взять больше, чем геми. Поэтому я нашла медиальный перфорант, который был несколько больше, но тоже меня не удовлетворял. Соответственно, в этом случае я сохранила латеральную часть мышцы, медиальную, и соединила медиальный пучок с латеральным. Мне это позволило взять мне на одной сосудистой ножке и вшивать сатоку антеградно. Есть прекрасная штука, называется апекс. Загуглите. Да, есть, я знаю. Когда вы выделяете, сохраняя мышцу латеральную и медиальную, потом разъединяете, сшиваете и сохраняете мышцу. Это уровень философии. Нет, именно так я была сделана, но вы понимаете, когда мы пересекаем мышцу, мы подразумеваем, что в перспективе там будет фиброз, и функциональность этого маленького фрагмента не будет. Может да, может нет. Никто не знает. Опять же, это уровень. Дмитрий Иванович, а вот это может да, может нет. Я так смотрю, не только Роман Сергеевич, что это вздумает. Это прям хорошее. Мне кажется, это в целом хирургии. Мне кажется, можно сессию следующую назвать. Может да, может нет. Хорошо. Коллеги, я предлагаю завершить эту часть. Спасибо огромное всем участникам. Спасибо. Спасибо.